Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Markets. Меня зовут Артем Звездин. По традиции для вас на этом канале я делаю обзор рынков с точки зрения WSI, с точки зрения Price Action. Мы с вами рассмотрим валютные форекс-пары, золото и, конечно, биткоин. Если вас интересует российский фондовый рынок, а также индекс РТС, фьючурс, рубля, то добро пожаловать на мой полный обзор, который находится по ссылке в описании. Ну что ж, давайте приступать к анализу и начнем с евро. Как я предупреждал, рынок очень неплохо стал выбивать нас по позициям. Насколько сильно стал выбивать нас по позициям, что, в общем и в целом, здесь, знаете, куда бы вы ни зашли, вас обязательно выбило по позициям. В общем и в целом, это связано, конечно, с набором ликвидности, если помните, в прошлый выпуск я об этом опять-таки предупреждал. А пока что можем торговаться в рамках долгосрочного треугольника, который здесь сформировался. В случае дальнейшего движения вниз, возможно, рассмотреть некие покупки от уровня 1.12905. В случае, если мы двинемся вверх, то ищем продажи от уровня 1.133099. Сказать более конкретнее по евро не могу, поскольку сейчас вот находимся в треугольнике, происходит некий сбор ликвидности. Обязательно эта ликвидность куда-то расторгуется и очевидно, что не в нашу сторону по закону подлости. Сейчас много риска в данном инструменте, поэтому будьте осторожны. Вообще, в целом, на Форесе сейчас очень много риска. С чем это связано, пока еще не решаю сказать. Наверное, с тем, что ближе к августу. Почему-то в августе всегда подобное движение, но это такое. Фунт. Фунт. По фунту рынок неплохо смог поглотить продавца, который находился наверху. И сейчас мы стали исполнять его стоп-приказы. Из-за чего рынок, безусловно, резко вырос, дойдя до цели 1.263427. Мы видим, как объемы сейчас стали снижаться на фоне роста. Что, безусловно, указывает на то, что в рынках у нас быки потихоньку-потихоньку ослабевают. И движение данное может, безусловно, закончиться. Ожидаем на следующей неделе продаж от существующих уровней. Вот, если честно, цели этих продаж пока еще не ясны. Не могу сказать, до каких именно величин мы сможем продать. Возможно, следующая неделя даст больше ясности по фунту. Позитивный прогноз, безусловно, тоже существует. И в случае пробоя диапазона 1.267915 и закрепления выше, можно ожидать дальнейшего движения вверх в область 1.27991. Но больше, конечно, яро настроен на продажи в связи с падением объемов. Но тут такие продажи, сами понимаете, с неизвестными целями. Ну, такое. А перейдем теперь к иене. Иена пошла по нашему сценарию и четко дошла до нашей цели, а после развернулась. Мы видим, что рынок очень сильно ускорился. Однако на данный момент мы находимся на минимальных ценах. Тут есть такой вот немаловажный момент. Чтобы пробить данный уровень, на котором мы сейчас находимся, нужно еще раз подойти к этому диапазону на объемах и пробить данный уровень волатильно. Такое, конечно, может произойти, но нужно учитывать общую специфику. Такое может произойти через некое накопление, через некоторую остановку, замедление, флет, называйте как угодно. И поэтому на следующей неделе я ожидаю некого замедления тенденции. После этого остановку, создание коридора по евро. Вот где конкретно здесь будет коридор, опять-таки, как и по фунту и по евро, я вот, если честно, не могу сказать. Но здесь вот важен сам именно принцип накопления объемов. Он должен произойти, чтобы мы двинулись еще ниже. А ясно то, что движение вниз после накопления, безусловно, будет неплохое. И на прорыве данного коридора можно продать к уровню 106.19. Австралиец. Австралиец неплохо отработал наш анализ и ушел от уровня 0.69.48.75. Это очень мощный уровень, от которого рынок постоянно отпрыгивает и на котором, возможно, находился продавец. На данный момент мы находимся в рамках глобального такого флета между намеченным уровнем и уровнем 0.69.31.26. На следующей неделе будем покупать от низа и продавать от верха. В общем, достаточно простая стратегия. В случае пробоя одного из диапазонов встаем в сторону пробоя. Австралиец, на мой взгляд, сейчас очень понятен. И здесь очень простые стратегии вы можете задействовать. Канадец. Произошел сценарий, который мы обозначили, который я обозначил на прошлом обзоре. А именно, рынок сформировал ложный пробой, заманив тем самым продавцов. Я во всех предупрежал, что подобное произойдет. И рынок это, собственно говоря, продемонстрировал. Здесь можно вот так вот скинуть руки и сказать «я же говорил». Конечно, на следующей неделе рынок может стопить этих продавцов. И вполне вероятно, что рынок на повышенной волатильности и на стопах пробьют уровень 1.36.09.16. И уйдет дальше высшего уровня максимальных точек 1.36.86.74. В случае пробоя данного диапазона можем двигаться еще выше к уровню 1.36.86.74. Продажи по данному инструменту есть или нет? Но продаж пока что я, если честно, не наблюдаю. И сильных продавцов здесь не замечают. Только покупки. Перейдем теперь к золоту. Рынок пошел до нашей цели, а именно до уровня 1.800. Однако прошу обратить внимание, что рынок сейчас стал замедляться и ушел в некую остановку. Угол атаки, безусловно, изменился. Величина бычьих волн поменялась. А что может указывать на некое кратковременное дальнейшее движение вниз, которое может произойти в диапазон 1.780-1.30. Понимаете, в чем дело, дамы и господа? Для дальнейшего движения вверх, которое обязательно случится по глобальному долгосрочному сценарию, рынку необходимо заманить продавцов. Все это может произойти только в рамках коррекции. И на этой коррекции можно рассматривать данный инструмент для покупки. Иными словами, в диапазоне 1.780 можно рассматривать покупки до диапазона 1.812. Биткоин. Биткоин продолжает торговаться по нашему глобальному такому сценарию, а именно создав большой-большой диапазон, нижняя граница которого находится в районе 9.8800. И в данном диапазоне мы ищем покупки по данному инструменту до верхнего диапазона. Верхний диапазон сейчас немного сместился вниз к уровню 9.500-9.400. В этом диапазоне мы сейчас ищем продажи. При пробое одной из сторон и при пробое данного диапазона можем рассматривать движение в сторону пробоя. И данная тактика не меняется на протяжении уже нескольких месяцев. Некие аналитики, кстати, предсказывают, биткоин в районе 70 тысяч в следующем году. Я эти слухи постоянно слышу каждый год. То он 100 тысяч должен стоить, то он 200 тысяч должен стоить. Но сейчас уже сказанули, что он должен стоить всего лишь 70 тысяч. Поживем и видим. Пока что торгуемся в рамках такого глобального, собственно говоря, канала. И пока что ничего не меняется. До встречи через неделю. Зарабатывайте. Продолжение следует...